А делить на 3 плюс С плюс Б делить на 2 плюс С плюс С делить на 1 плюс Б унименьшим 3 вторых. Так, по порядку, пусть будет ненависть о 6. Доказать ненависть. Опять А, Б и С положительные числи. Давайте сравним здесь разные способы решения и попробуем воспользоваться однородностью. Однородностью. Значит, числицы раздуминации каждой дроби. А почему здесь однородность? Как вы понимаете, что первая дробь это однородная функция трех переменных? Это означает, что если здесь, в этой дроби, А, Б и С, каждая переменная, умножить, например, на 2, то этот дробь не изменится, потому что сократится. Вот это и означает, что однородность порядка 0, или там степень 0. Итак, числицы и знаменатели каждой дроби делим на С. Соответственно, обозначим А делить на С буквы Х, Внизу А делить на С буквы Х. Со второй дроби, которую сам мы проделаем, В делить на С, Внизу А делить на С, то есть А делить на С, это Х, и последняя дробь нам что дает? Последняя дробь, что дает нам? А две дроби, а есть. Давайте применим метод линии уровня функции. Две переменные всего у нас. Удобно путешествовать по плоскости Х, И, И, поскольку вот здесь Х плюс У у нас постоянно, давайте будем путешествовать по линии уровня этой функции. То есть будем считать, что Х плюс У это постоянная функция. Да, конечно, мы помним, что если мы хотим использовать линии уровня, линии уровня, то начинать надо с того, что положим Х равно У, что мы обычно при таком движении по плоскости приближаемся к биссектрисе. На языке А вот это означает, что Х и У мы сближаем. Хорошо, в случае равенства переменных у нас левая часть, нашего неравенства, на что их превращается, когда Х равно У. Значит, здесь первые две дроби одинаковые будут, значит, это будет 2Х делить на Х плюс 1, плюс 1 делить на 2 Х больше или равно 3 вторых. Это мы проверяем, я ставлю знака позже, так или не так. От этого неравенства перейдем к равносилию, мы избавимся от знаменателей. Получится, что сверху 2Х умножить на 2Х, дополнительный множитель сюда, к второму Х плюс 1, по-моему, и к третьему, третьей дроби, 3 вторых, 2Х квадрат плюс 2Х. Верно, да? Умножаем на, я буду писать подробно, умножаем на 2, здесь 4Х квадрат, значит, будет 8Х квадрат, плюс 2Х плюс 2, не меньше, чем 6Х квадрат, расставляем к шкотке, плюс 6Х. То есть, приводим подобное, сокращаем на 2, теперь включаем часть уровня, получится Х квадрат, минус 2Х плюс 2, не отрицательный. Ну, это так на самом деле и есть. Плюс 1, собственно. Да, плюс 1. Так и есть. Х минус 1, все в квадрате, это не отрицательный. Итак, действительно, на биссектрисе это неравенство выполняется. И давайте совершим путешествие из стартовой точки. Стартовая точка. Теперь у нас это такая точка, в которой Х не равняется. Ну, пусть Х меньше, вот здесь возьмем. Стартовая точка. и отправимся в путь к биссектрисе по прямой. Через эту точку проходит один из отрезков, о которых мы говорили. И на этом пути у нас из Х плюс или постоянно. Будем двигаться без секреты. Это финишная точка. Давайте посмотрим, что происходит с левой частью нашего неравенства. Здесь мы видим три слагаемых. Последняя слагаемая не меняется. Значит, все зависит только от первых двух слагаемых. Изучим поведение первых двух слагаемых. Изучим поведение первых двух слагаемых в левой части доказываемого неравенства. x делить на y плюс 1 плюс y делить на x плюс 1 Возьмется. Сложим с ведро. Давайте сразу напишем, что получится сверху в числителе и знаменателе. Переставлю слогать. Мы получим в числителе сумму квадратов и сумму x и y. В знаменателе будет 4 слагаемых после перемножения двухлинейных умножителей. Значит, x и y плюс сумма x плюс y и 1. Начинаем смотреть. Значит, это постоянная. Вот эта сумма тоже постоянная. А сумма квадратов и произведений меняется. Как же меняются эти величины? Давайте сначала посмотрим на сумму квадратов. Тут можно обойтись даже без линии уровня функции. Посмотрите. Мы движемся по отрезку перпендикулярному биссектрисе и стартовой точке биссектрисе. Сумма квадратов – это квадрат расстояния от текущей точки до начала координата. Как меняется это расстояние? Очевидно, уменьшается, потому что мы приближаемся к проекции начала координата. Это прямое, большайшее расстояние. Значит, сумма квадратов уменьшается. Как меняется произведение переменных лицерий? Линии уровня соответствующей функции, функции х умножить на х. Это не верно, мы тоже говорим о х сегодня. И, приближаясь по отрезку прямой биссектрисе, мы пересекаем, переходим с одной гиперболы на другую, и параметр С, определяющий значение этой гиперболы, увеличивается. Но иногда говорят так, что при сближении двух чисел с постоянной суммой, их произведение увеличивается. Вот про это изменение говорят так. При сближении двух чисел с постоянной суммой, сумма квадратов уменьшается. Ну, это можно и помнить, но не обязательно это все запоминать. Это легко восстановить, нарисовав вот такие картины. Стало быть, х и у возрастают, увеличаются. А теперь можно сделать вот о том, как ведет себя эта дробь в целом. Числитель уменьшается, знаменация растет. Дробь у нас положительный элемент. Ясное дело, что эта дробь убывает, уменьшается. То есть эта функция уменьшается. И когда мы придем в финишную точку, в конце нашего пути, получится верная разница. Я так это не пишу. В точке F получится верная разница. Но при этом у нас левая часть убывала, значит она была больше, чем 3 вторых равных. То есть стартовую точку на всем пути. Неравенство заказано. Вот, по-моему, довольно быстро.